Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы на финансовых рынках после выходных. Надеюсь, что настроение у вас соответствующее, друзья, потому что мы продолжаем следить за основным фундаментом, влияющим на динамику торговых инструментов, составляющих основу нашей спекулятивной деятельности. На этой неделе у нас несколько важных событий. Мы будем ждать относительное разрешение ситуации по Брэкзиту, потому что фактически на этой неделе у Бориса Джонсона есть дедлайны, сроки пятницы, когда он должен представить окончательный, доработанный, переработанный, как угодно документ соглашения, если, конечно же, он все-таки еще где-то допускает возможность мягкого Брэкзита. То есть речь идет о соглашении, которое должно устроить Европейский Союз. Ну, на прошлой неделе он пытался договориться с Еврогруппой, но у него ничего не вышло. Друзья, почему сейчас важно будет разобраться с тем, как пойдет дальше диалог, потому что времени до 31 октября остается все меньше и меньше. И если фактически на этой неделе мы осознаем факт того, что Евросоюз и Англия так и не договорились, разумеется, мы будем готовиться к тому, что Джонсон выполнит свое предвыборное обещание, выведет страну из ЕС на условиях жесткого выхода. О последствиях мы с вами говорили много. Я, кстати, записал специальный ролик по тому, что будет дальше. Если вы еще с ним не познакомились, на нашем канале на YouTube посмотрите секцию «Пульс рынка», тема Брэкзита и что дальше будет делать Борис Джонсон. Ладно, к фунту мы еще вернемся и тем более будем делать это на протяжении всей недели. Давайте быстро пробежимся крупными мазками по основным финансовым активам. Что у нас на рынке нефти? Брэнд 58,29. По итогам прошлой недели можно сказать, что за 5 дней Брэнд очень сильно потерял. В стоимости неделя была за продавцами. Я повторюсь, друзья, что для меня торговля по нефти становится уже относительно личным временем, потому что я сделал акцент на возможную потенциальную эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и несколько прогадал, потому что за неделю эта эскалация не произошла. Но это не значит то, что я отказываюсь от намерений все-таки увидеть более дорогую нефть. Я удерживаю длинные позиции, потому что считаю, что эта эскалация может произойти в любой момент. Но в то же время я, друзья, уважаю позицию продавцов, которые сейчас ставят на опасения за перспективу мирового экономического роста. Особенные опасения стали актуальны после выхода последних данных по АСМ, производственному сектору США, АСМ, сферу услуг. После окончательных данных по активности в деловой сфере услуг Еврозоны, там тотальнейший спад и многолетний минимум. В принципе, это тенденция, которая сейчас характерна для основных регионов мира. И, наверное, лучше сказать, это тенденция, которая характерна уже для мировой экономики. На стороне продавцов были данные по запасам. В результате данных администрации энергетической информации был зафиксирован их рост уже третью неделю подряд. Это позволило предположить, что на рынке сохраняются по-прежнему довольно высокие показатели предложения, которые, возможно, будут расти из-за того, что завершен сезон длительных автомобильных поездок. И из-за замедления темпов роста вот эта надстройка в виде сверхпредложений – это еще один фактор, который будет усиливать перекосы, расхождение между спросом и предложением. Вот этот баланс и способствует тому, что котировки, скорее всего, сохранят потенциал для снижения. Очень многое на этой неделе будет зависеть от того, как пройдут переговоры между США и Китаем. Мы их ждали, друзья. Я попробую комментировать, конечно же, как будут меняться настроения в преддверии непосредственно самой встречи и того, что произойдет дальше. Но мы об этом также говорили. Поэтому, резюмируя по нефтянке, лично я держу длинные позиции. Фундамент пока больше способствует тому, чтобы отрабатывать именно продажи. Но мой расчет сделан на именно ближневосточный фактор, который в любой момент может все-таки дать о себе знать. Доллар иена – 106.84. Американская валюта против иены снижается. Понятное дело, что снижение доллара обусловлено выходом удручающих макроэкономических отчетов. Производственный сектор минимум за 10 лет, сфера услуг минимум за несколько лет. Рынок труда сейчас в целом, в среднем, скажем, на рынке считает, что последние пятничные non-farm perils, они крайне позитивны. Я, друзья, абсолютно с этим не согласен. Я вижу в этом отчете очень много негатива. Прежде всего, этот негатив связан с крайне скудными показателями роста заработных плат, потому что он был минимальным за несколько лет. Без роста заработных плат не будет нужного вклада потребительской активности в темпы экономического восстановления. Сейчас как раз американской экономике, если и можно было на что-то рассчитывать, это именно на потребителей. Но судя по тому, что происходит с зарплатами, я думаю, что расчет на поддержку уже не верен. По отчету по количеству новых рабочих мест тоже, друзья, цифры слабые. 136 168 136 – это минимум за 3-4 месяца. И, в принципе, это один из самых худших показателей этого года. Сегодня в 20.00 выступление Паула. В принципе, всю неделю мы будем слушать его комментарии относительно того, что произойдет с политикой дальше. Напоминаю, друзья, что сейчас нужно рассчитывать на то, что ФРС будет снижать процентные ставки, потому что ФРС сам видит, как сильно страдает экономика от, в том числе, очень непростых отношений с Китаем. ФРС прекрасно видит и сталкивается с давлением со стороны администрации американского президента. Мы ждем снижения ставки в конце этого месяца. И сейчас, друзья, я предлагаю и дальше наблюдать за тем, как пара продолжит снижение. Допускаю, что в начале недели может последовать небольшой откат, поэтому считайте, что если это произойдет, будет хорошая возможность продать пару долларов и иена. Sell limit 107.10. Золото 1504 доллара за тройскую унцию. Держим длинные позиции. Цели известны. Это в районе 1550 долларов. Доллар канадец. Мы закрепились выше отметки 1.33. Впереди данные по рынку труда. Сейчас нам нужны новые вводные, потому что очень скоро заседание Банка Канады. Мы хотим все-таки по аналогии с прочими ЦБ увидеть действия проактивные по снижению ставки со стороны канадского регулятора. Я считаю, что, друзья, пока что не держится ниже 60 долларов за баррель. Пока у нас есть ожидание и понимание того, что рынок еще не дисконтировал стоимость канадца возможности снижения процентной ставки, мы можем ориентироваться на уровень 1.34. Это точно. Австралийц продолжит снижаться. 0.6746. Он и сейчас на азиатской сессии под давлением. Цель 0.65. Как минимум мы ждем еще одно решение по снижению процентной ставки. Тем более, что Резервный банк Австралии на прошлой неделе, когда понизил ставку, дал нам понять, что это только начало. Евро против доллара 1.0980. Европейская валюта сейчас снижается, потому что плохие макроэкономические данные оправдывают действия ЦБ по смягчению политики. Да и сейчас мы говорим с вами о трансатлантической войне торговой между уже США и Европейским Союзом. Можно сказать, что она была развязана на прошлой неделе, когда США получили фактически добро от внешней торговой организации, от ВТО, ввести повышенные тарифы на ряд сельхозтоваров из Европейского Союза и на ряд товаров длительного пользования. На прошлой неделе Европейский Союз сообщил о том, что уже готовит ответ, поэтому какие-то меры уже могут быть приняты, друзья, на этой неделе. Поэтому у евро, на мой взгляд, нет шансов выдасти значительно выше отметки 1.10. И на прошлой неделе мы снова коснулись этого уровня. Практически я рекомендовал открывать очередные продажи в расчете на то, что евро все-таки улетит вниз. И фунт против доллара 1.2325. Повторюсь, друзья, что на прошлой неделе Европарламент забраковал, поклонил предложение Джонсона по соглашению. Крайний срок это пятница. Я думаю, что помню позицию Джонсона, что в принципе он не готов прогибаться перед Европейским Союзом. Он не готов просить об отсрочке, даже если сделает это, друзья, в соответствии с законом и обязательством. Он может добавить комментарий о том, что дадите отсрочку, но я в принципе больше не буду предпринимать никаких намерений, чтобы с вами договариваться. Ну и все знают уже фразу Джонсона, которую, возможно, он возьмет за основу дальнейших переговоров с ЕС о том, что он лучше сдохнет в канаве, чем попросит ЕС об очередном продлении сроков выхода из состава валютного блока. Я считаю, что неопределенность дальше ударит по курсу фунта и ждем пару на отметке 1.20, друзья. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.